всем привет вы на канале существует способ и это очередная серия из малайзии в этом выпуске мы отправимся в горную часть малайзии на чайные плантации будем бродить по самым настоящим джунглям и узнаем чем живут люди в малайской деревне вдалеке от рыболовного промысла ну что поехали итак в прошлой серии мы приехали из таиланда в малайзию и первым местом где мы остановились стал остров пенанг мы рассказали и показали что на острове интересного какая у него история и чем он нас удивил обязательно посмотрите если пропустили ссылочку прикрепляем сверху и второй нашей точкой маршруте по малайзии становится небольшой городок под названием тана храта в предгорьях камерун хайланд честно признаться мы немного устали от побережья и теперь мчимся в самые настоящие малайские горы обратите внимание что по окраинам дороги встречается очень много парников и теплиц и это неспроста почти все население занимается сельским хозяйством и ближе к середине выпуска мы покажем что именно здесь выращивают малайзия это не только пляжи и города но также здесь очень интересные джунгли здесь мы хотим показать вам не только трекинги которыми славится эти предгорья но также и сады здесь очень много плантации чая плантации различных овощей фруктов начинаем изучение местности с небольшого трекинга кстати здесь очень много дорожек они оборудованы вот таким вот образом аккуратненько лесенка ступенечки дорожка которая ведет через джунгли самые настоящие повсюду растут папоротники пальмы и тропические деревья все различные сейчас пройдемся посмотрим что здесь есть интересного многие малайцы съезжаются в эту провинцию для того чтобы ощутить горную прохладу камерона на выходные на каникулы все съезжаются в город она храта и отсюда делают какие-то трекинги какие-то восхождения здесь также очень много отелей и как уже было ранее сказано очень много фруктов и овощей все бы конечно ничего если бы тропа не прерывалась вот таким вот образом судя по всему тут отлонилась веточка от дерева и преградила дорогу поэтому он сейчас будет конечно 0 и она хотела трекинг вот сейчас будет нам трекинг вена говорит она краски хотела пожестче чтобы здесь все было в грязи чтобы все кроссовки пришлось стирать но я уже близок к этому трекинговые маршруты здесь действительно стоящие потому что сопровождаются водопадами горными речками и и все различными зарослями напор воды водопада такой сильный потому что вчера был хороший дождь вся почва под ногами тоже сырая ну и тропический ливень это довольно серьезная штука там вот такие вот капли и очень обильно смачивает почву под него если попадешь то по-любому будешь мокрым полностью сначала тропа показалась нам благоустроенной но немного размытой частыми дождями мы встретили туристов навстречу и решили пойти дальше в скором времени выяснилось что обувь оказывается совершенно неподходящей ведь стоило пройти вглубь джунглей тропа перестает быть широкой приходится перелезать через поваленные деревья переходить по камням затопленные участки и подниматься по осыпающемуся грунту в какой-то момент тропу становится не видно и мы уже подумали что заблудились и даже стало немного жутко от всего этого тропа становится все более интересный приходится вот карабкаться под деревьями поваленными и очень много зарослей и причем очень густые мы там сейчас встретили товарища одного гусеницу про просто огромный сороконожку точнее размером с мою ладонь но мне как не любителю когда до тебя что-то трогается и всяких букашек не было немножко страшно сердечко у меня колотилось если вы прислушаетесь вот а так прикольно прям чистые джунгли и бродишь по нему там тропа была настолько заросшая уже что мы реально шли прям по дебрям вот прям вон ну вот эта тропинка я даже не видно практически а мы там шли до всякого видели и сороконожек и муравьев колонии цветочки но прикольно прикольно попали на чей-то огород и здесь растут вот такие штуки но если я не ошибаюсь это местные огурцы до такой форме не он не прям какие-то висят на ветках какие-то лежат но по вкусу что-то среднее между кабачком и обычным огурцом да и собственно люди здесь и занимаются тем что выращивают все различные овощи фрукты вот такие вот у них водоемы специально для орошения всего этого дела а вот это вот все плантация вот этих огурцов которые 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 мы сейчас вам показали чтобы все это расшалась вот пользуются такие емкости и водоемы искусственные он там женщина трудится смотрите как у них классно грядки устроена они идут ступенечками вот такими лесенкой тык-тык-тык сверху вниз потому что рельеф горный и собственно вот так высаживать как как рисовые поля знаете на фотографиях есть них чеснок посажен потом домик какой-то несколько тепличек собачку там бегает надеюсь что добрая прикольно прикольно собственно здесь выращивают все различные овощи фрукты по той причине что здесь щадящий климат есть дожди которые ну орошают на пассивы все и не так жарко то есть если говорить про другие регионы там вообще какого невыносимая большая влажность вот здесь вполне себе комфортно в общем то здесь местные еще любят старые land rover и их можно прям на улице в большом количестве встретить потому что универсальный транспорт для местного рельефа такой уже прям повидавший всего чего только можно весь облезший краска облезла но сам кузов не сгнил на удивление вообще смотрите какой классный но судя по всему на ходу вот конечно внутри тоже весь по зеленом он порос но на шинах видно как будто свежая грязь как и популярны здесь пикапы по той причине что перевозят овощи как раз таки все что собрали со своих огородов многие продают сдают на оптовые базы там у них это все покупают и собственно так вот и зарабатывает местное население лена здесь должна быть эта ставка капусточка морковка они красная так же как и в джорджтауне да в принципе вообще по всей малайзии очень много китайцев проживает и здесь можно наблюдать что судя по всему вот этот дачный участок вот эта территория с огородами принадлежит тоже какой-то китайской семье потому что все вокруг двери украшена иероглифами и с этой стороны тоже алтарь что здесь благовония стоят пройдя чуть выше вот этих поселений дачников можно увидеть такую плотину небольшая гидроэлектростанция которая питает город и собственно работает за счет воды стекающей со возвышенности в город проходясь по деревушкам встречается очень много теплицу таких тепличных хозяйств и в этих теплицах местные выращивают преимущественно либо цветы либо томаты либо же клубнику его собственно папайя и там петух орёт зелененькая но вот прям и после дороги растет после тепличек вот еще один трудяга стоит старенький но этот более сохранившийся чем тот предыдущий но тоже да для перевозки это смотрите какая фантастика какие цветы они как будто бы даже не настоящие но они листочки как будто вы искусственные но по факту они ничем не пахнут правда уже удивительно посмотреть прямо посреди деревни находится крам потом какая-то я так понимаю школа небольшая там столовая потому что столовой всякие приборы но по моему сейчас там никого нету все двери закрыты здесь алтарь до подношения приносит на фрукты это напитки а там почему-то разводят огонь где по черным пятнам от дыма что-то видимо здесь готовят может быть это какой-то мангал или печь для хлеба наук зала даже лежит нашли дерево с драгонфрутом правда они это тоже не спел и немножко зеленоваты в скором времени наверно будут хорошие вот собственно мы пришли к клубничной ферме также кстати помимо того что занимаются овощами и крупными различными также здесь популярно заниматься пчеловодством многие имеют свою басеку и собственно делают мед сейчас зайдем посмотрим на эти клубничный плантации но есть каких мешочках аккуратненько система орошения как классно сделано супер такой идет мешок полиэтиленовый да в нем вырез посажена клубничка и через шланг здесь подведена водичка каждому кустику то есть достаточно просто включить воду подать в этот шланг и она будет питать сразу все плоды этот подрезал клубничку одну алена говорит нет не ешь маляна каким-то веществом в работа на держи покажу проверенный способ и обрубаху утираешь просто все вообще ноль бактерий ну блин но вкус вкус клубники в январе то месяца свежие с грядки вы уж извините ребят не удержался прямо возле дороги растет ветка бананов точнее пальмовое дерево и на ней ветка банан правда зеленые не срывать их пока что нельзя пока не созреет ее надо срезать когда они чуть-чуть покрупнее будут и чтобы она полежала иначе руки все испачкаете белым таким противным веществом которое не отстирается ни от рук не от одежды если попадет вдруг а сейчас пришло время посетить ферму где выращивают клубнику и не только клубнику у нас сегодня какой-то клубничный день ферма клубничная не совсем обычная по то причине что она находится в воздухе сейчас посмотрим как это выглядит ну вот собственно и показываем почему она находится в воздухе то есть она поднята на несколько метров наверх снизу получается рыночек на котором торгуют краски этой же клубника и другими овощами фруктами а сверху вот под такой теплицей выращивают клубнику классно посмотрите какая длинная теплица вот здесь вот обрываются с точки лишние клубники собственно ухаживают за посевами тоже подведена система орошения он через шланги через длинный шланг отведены вот такие трубочки маленькие которые подпитывают каждый кустик отдельно внизу кстати вот там вот еще и цветочная ферма мы туда тоже спустимся чтобы посмотреть что там растет здесь можно как раз таки затарится всем что выращивается на этих садах и огородах апельсинчики перчики маду это какой-то корнеплод если говоря не не знаю какой именно вот а еще здесь на этой же территории вот сверху клубнику выращивают а здесь снизу есть цветочная оранжерея оранжерея это называется правильно с различными цветочками что там ого да посадили в ракушку какое-то растение веющиеся прикольно то что тут сделали водные растения посадили в аквариум лена у нас короче эксперт по цветам поэтому наверное она будет ввести дальше выпуск вот такой у меня дом растет длина утверждает что многие цветы которые здесь растут они присутствуют и у нас но как комнатных декоративных вот это похоже на хосту она тоже растет наш вот это я знаю что у нас растет вот это у нас растет обычный сердце женщин или сердце мужчины или что-то такое какое-то сердце я видел как вы на а это этот который поливать нельзя часто раз в неделю раз месяц вообще я мама постоянно на ругала что я его заливаю какой куст красивая алоэ кактусы тут много кактусы все различные он не засохший ой здесь варить папоротники все различные класс реально вокруг все такое живое прям комфортно здесь гулять это фикус фикуса пожалуйста экскурсовод видит такие тоже мама я выращиваю цветы моя мама очень любит цветы всякие разные вот это похоже какие-то можжевельники или что ёлочки здесь просто огромнейшее количество от различных видов здесь цветочкой чем вообще всех цветов есть красные зеленые синие черные черные даже если черных не видел по моему здесь плоские здесь круглые здесь какие-то конусообразные обалдеть а и все это кстати здесь на продажу можно все это прикупить как сувенирчик забрать нет не только два стола тут еще есть и третий большой-большой ух нифига себе а смотрите какой блин какие они классные это вообще белое растение это с шипами было в джунглях сегодня такое видели обалдеть такого количества кактусов я по моему еще нигде не видел сразу же при покупке кактуса можно и докупить к нему горшочек какой нет чтобы его можно было посадить здесь тоже различных видов видели игрушки есть какими-то китайскими иероглифами здесь такие побольше уже вазы есть тоже под цветы о петушке так подписчики если кто-то есть кто шарит цветах в растениях отзовитесь и подскажите нам что вот это такое за существо вообще водить у него корни растут наружу пускают как ли она получается вниз скидывает вот здесь вообще классный примет листочки цвет корней то есть они одноцветные однотонные совершенно по болотистого цвета в общем приходим к выводу что здесь живут прям фермеры садоводы преимущественно потому что даже вот рядом с этой фермой есть есть специальные вольерчики курятники для гусей для уток для петухов для индюшек любят это все натуральное вот здесь вытяжены розы в разных горшочках вкусно да о прям прям роза роза вас это мошки кинута и колючие растений сверху вот нам парни занимаются тем что собирают клубнику снизу растут цветочки здесь даже есть магазин с продукцией производства этой фермы клубничные какие-то сладости конфетки клубничной начинкой все это судя по всему производится как раз таки здесь лена не устояла перед клубникой говорит все берем без вариантов деньги но смотри с несладкая кажется я буду одна есть а ты не против да все что вот это вот вы можете наблюдать вот эти вот зеленые горы впереди это камелия синенсис это чайное дерево которое здесь растет и которым славится здешние края потому даже есть надпись как голливуд только камерон велию ти и здесь выращивают до самый настоящий чай потом способом ферментации кстати получают все различные чаи то есть дерево одно а из него получают черный чай зеленый чай улун что еще в общем все все чаи которые только возможно вот сейчас мы попробуем пройти на плантацию посмотреть вообще как происходит процесс выращивания и прогуляемся собственно посмотрим на прилегающей территории располагается несколько кафешек ресторанчиков где можно попробовать продукцию магазинчики также где можно закупиться чаем так здесь нужно пить билетик судя по всему да в общем мы попали вовнутрь вот так как выглядит дорожка здесь можно прокатиться на электрокаре вдоль плантации либо же пройти пешком но пешком мне кажется интересней демократичной цене всего в 3 рингита это порядка 50 рублей очень бюджетненько так что идем смотрим вот так вот выращивают самый настоящий чай за счет климата кстати вот эти вот деревья чайные могут дать листики несколько раз за сезон поэтому плантации практически постоянно будут в зеленом цвете здесь можно на такой машинке прокатиться чайные плантации вместе с прогулкой по джунглям оставили яркие впечатления так что советуем к посещению если вдруг будете планировать путешествия малайзию вид конечно классно но пахнет еще круче потому что воздухе царит запах чая он дает такую нотку лимона и плюс еще пахнут вот эти вот цветы которые растут по всему периметру чайной плантации при путешествии в горные регионы малайзии стоит учитывать то что здесь очень часто бывают тропические вивни нужно под который мы успешно попали следы за лако все облаками тучами и вот выбираемся теперь мы мы решили собственно попробовать чай по плантации на которые мы только что были за окошком и на вкус довольно таки прикольно только они добавляют похоже молоко в этот чай и сахар получается как масала чай только без специи вот темп классный на экранчике здесь даже показан процесс как собирают этот чай вот такие огромные мешки люди ходят с секаторами под которыми находится что-то вроде собочка то есть ты состригаешь и чай сразу же падает собочек и его закидывают в рюкзак который закреплен сзади за плечами на этом серия подходит концу посмотреть на малайзию вот так в простоте деревенской жизни и в окружении дикой природы советуем каждому напишите в комментариях хотели бы вы отправиться в такое приключение благодарим за просмотр и поддержать нас можно донатом на карту все реквизиты будут в описании под видео а следующей серии мы отправляемся в столицу малайзии в город куалумпур или как его еще называют местные кейл забегая вперед скажем что это город контрастов пройдемся по его колоритным улицам увидим и знаменитый на весь мир башни петронос и малайскую деревню на их фоне сохранившуюся благодаря неравнодушию жителей проживающих там ставь лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую серию до скорого